Итак, о чем мы с вами сегодня поговорим. Я расскажу немного свою историю, потом мы просмотрим некоторые примеры моих страничек в соцсетях. Я расскажу вам о золотом правиле 30-30-30. И мы поговорим о том, как с помощью всех этих инструментов расширять список ваших знакомых, список имен, как это принято говорить в нашем бизнесе. Вот так? Да? Слышно так хорошо? Вот так вот хорошо слышно? Всё. Да, итак, моей историей немного. Я родилась в городе Таганроге, где прожила, закончила школу, закончила там педагогический институт, факультет иностранных. Хорошо. Я подстроюсь, научусь. Значит, закончила я факультет иностранных языков. У меня всегда было стремление путешествовать. Я понимала, что для этого необходимо, конечно же, изучать иностранные языки, потому что это коммуникация и общение — это всё. И благодарна я моим родителям, которые заложили во мне эту основу. Да, у меня папа был международный фотокорреспондент, и он ещё во времена железного занавеса объездил всю Европу. Ну, как бы я выросла в той среде, да, среди красивых фотографий, где было видно, что кроме Советского Союза есть ещё огромное количество красивых стран. И, конечно же, вот это вот стремление, да, было именно овладеть иностранными языками, чтобы барьеров просто не было. И, ну, как так сложилось, да, что открылись границы, появился интернет. И после окончания института в Таганроге мне стало тесно. Я поехала в Москву, работала, жила здесь. И, опять-таки, благодаря знаниям иностранных языков, моё руководство стали меня посылать к командировке, в том числе и за границу, Китай, Стамбул, мы там организовывали выставку, Германия. Ну, и так сложилась моя жизнь, что моя карьера в Москве закончилась. Я переехала в Германию уже почти 11 лет назад. Сейчас я замужем, у меня доченьки, 4,5 года. Можешь включить следующий слайд, там некоторые, да. То есть с 2005 года живу в Германии. Там получила я второе высшее образование MBA, потому что российская не котируется, там сразу было сказано, что вы здесь необразованная женщина. Поэтому понимаешь, что опять берёшь свою жизнь в руки, делаешь заново права, получаешь новое образование. Ну, как бы полностью интеграция в новое общество, да. Вот, 8 лет я работала в американском концерне. Интересная занятость, также сотрудничество, в общем-то, со всем миром. Ну, можно было остаться, сидеть на этом стуле, как многие коллеги, которые по 15 лет считают, да, сидят и побольше, и считают, что у них каждый день идёт самосовершенствование, развитие и так далее. На самом деле, когда я через 2 года, я была в декрете, об этом расскажу сейчас чуть-чуть подробнее, но когда я вернулась через 2 года всё-таки назад, то что ты видишь? Ты видишь те же столы, те же стулья, те же лица, в принципе, те же истории. Ну, там кто-то съездил за это время несколько раз в отпуск. Ну, а так, в общем-то, только изменились на столах, скажем там, название компании, номера каких-то счетов, суммы там, которые, суммы заказов. Ну, и так, то есть, понимаете, вот ты видишь, что в 4 стенах, а жизнь, она застыла, да, и начальники, у которых меньше образования, чем у тебя, и... Ну, а когда я находилась в декрете, было время, конечно же, осмотреться, отуматься. Я много следила за тем, что происходит в интернете, и меня очень затронула тема инфобизнеса. Да, я видела много выступлений молодых мам, которые не вышли из декрета, которые освоили интернет, которые сейчас живут, там, зимой на островах, делают какие-то вебинары, какие-то тренинги, да, делятся просто полезными знаниями в плане воспитания детей, или... Ну, то есть, совершенно разные-разные темы, и они с этим зарабатывают деньги. И вот это меня так не оставляло в покое, то есть, я понимала, что... То есть, есть большое количество людей, которые улетают на зимовку в Таиланд, там, на Бали, да, сколько программистов уезжает. То есть, идет какое-то движение в нашем мире, что невозможно оставаться, сидеть на месте, потому что интернет, он открывает просто все границы и дает потрясающие возможности для заработка. И я прослушала большое количество и всяких тренингов, вебинаров, постоянно книги, и уже просто невозможно было усидеть в четырех стенах, чтобы ждать разрешения на какой-то отпуск от какого-то начальника, и вообще быть винтиком в этой системе, да, как говорят в Германии, можно 40 лет... Ну, то есть, из чего состоит вообще жизнь среднестатистического человека? 40 лет ездить на работу 40 часов в неделю, чтобы, может быть, через эти 40 лет получать пенсию. Ну, это же просто страшно вообще вот произносить даже эти слова, когда осознаешь, что можно остаться в этом, да. Сегодня вы здесь, кто-то уже порвал круг этой зависимости, кто-то принял решение недавно, кто-то пойдет с нами и достигнет действительно больших высот. Главное, нужно всегда в себя верить, и, знаете, это просто по кайфу плыть против течения. Конечно, много друзей отворачиваются, потому что они понимают, ну, когда ты ощущаешь в себе состояние потока, и от этого просто раскрываются, распускаются крылья, и мне хотелось всегда, даже вот, да, опять-таки, была в декрете, я думала, чем же я буду заниматься, то есть, уже много чего прочитано, хочется делиться с людьми каким-то позитивом, менять этот мир, носить что-то свое, да, и один в поле не воин, то есть открыть, ну, просто стать бизнес-тренером, открыть тренинговый центр или что-то, это огромные силы нужны для того, чтобы раскрутиться, стать лучшим из лучших. И когда я все-таки попыталась, думаю, ладно, я выйду из декрета, поезжу на работу, посмотрим, да, потом. Я на полгода мне охватила, это было просто нереально, еще и долгая поездка в офис, и из офиса, ребенок в частном садике, 11 часов не вижу, ну, и как бы зарплата неплохая в конце месяца, ну, а дальше что, да. И я сказала, все, я заканчиваю, просто я беру жизнь в свои руки и начинаю делать то, что я хочу, и избавляюсь от, расчищаю все в моей жизни, начинаю делать то, что мне действительно хочется. И как только я приняла для себя это решение, в мою жизнь постучался сетевой маркетинг во второй раз. То есть, и так я стала интернет-предпринимателем, да, с прошлого года, ну, уже почти больше полутора лет будет с сетевым маркетингом. Я сталкивалась уже более 15 лет назад, потом, получается, была какая-то пауза, да, но постоянно шло развитие, в принципе. И я осознала для себя, что это именно то, что я искала. Просто это вообще была гениальная идея, что сетевой маркетинг – это то, что мне нужно. То, где я смогу реализовать свои мечты, то, где я смогу стать свободной, то, где я смогу помогать людям. И за это, то есть, ты живешь, ты путешествуешь, ты общаешься, ты делишься позитивом, ты помогаешь людям поверить вновь в себя, раскрыть свой потенциал. И за это компании тебе платят деньги. То есть, гениальной идеи на свете вообще не существует. Это реально… И, Денис, пожалуйста, следующий слайд. То есть, да, почему интернет, я немного уже раскрыла именно мою позицию, да, что меня это не оставляло в покое. Мы в 21 веке, и если не сейчас, то ты пропустишь, просто, ну, мимо пройдет огромный поезд. И даже в последний вагон уже не успеешь заскочить, потому что это огромная торговая площадка. И не случайно здесь цитата одного из долларовых миллиардеров, очень известного человека, Билла Гейтса. Если у вас нет бизнеса в интернете, то у вас нет бизнеса. Это на самом деле так. И да, вот некоторые кадры, просто о том я начала говорить, что я мама. И кто же сказал, что сложно или невозможно совмещать роль мамы с прибыльными делами, а при этом еще и путешествовать. Это моя дочь, Люсьена. Она с малых, ну, с первых дней со мной на колесах. То есть, в принципе, мы с ней много путешествуем. Вот, это была поездка в турне в очередное к моей команде немецкой. Были семинары, встречи, регистрации. И потом, после, да, это Эмма Поль, мы вот собирались к ней, к моему партнеру, к человеку, которая сейчас имеет самую большую команду в Европе. Вот мы ехали к ее партнерам, участвовали в выставке. Я не помню, что мы уже там, семинары какие-то. И вот ребенок со мной. То есть, все это реально совмещать. Когда кто-то говорит, у меня нет времени, потому что у меня ребенок, извините, именно потому что ребенок, тебе сейчас же нужно начать менять свою жизнь. Ты как собираешься ставить ребенка на ноги? Какое образование ты предложишь? Именно поэтому. И это не оправдание. Это причина для того, чтобы действовать. И дети, они очень, они настолько легко все делают, да, они учатся. У меня ребенок знает уже, там, может дать рекомендацию, да, какое драже взять. И говорит, мам, полетишь в Москву? Скажи, они неправильно упаковали. Гроу лиловая, а коробка зеленая. Я передала президенту, он очень смеялся. То есть, пожалуйста, следующий слайд. Да, мне недавно, я увидела такую фразу на немецком, мне очень понравилось. Я путешествую, значит, я живу. Ну, то есть, вот это просто по кайфу, когда ты можешь иметь свой телефон, сесть в самолет, полететь, куда ты захочешь, или открыть там ноутбук на пляже Средиземного моря или какого-то другого, посмотреть, что делает твоя бизнес-группа, выйти в скайп, посмотреть твои обороты, провести вебинар. То есть, это просто стиль жизни. Это здесь мы в Баварии, да, первое фото. Ну, назад, пожалуйста, хотелось бы рассказать. Это она еще маленькая была. Это во время декрета, да, Бавария. Мы путешествовали с ней. А это Испания, это Барселонина побережит. Да, мы продаем стиль жизни. И это две-два фотоснимка, сделанные за последний месяц моей жизни. То есть, произошли за эти, ну, последние недели несколько событий, очень значимых для меня, приятных. Просто я понимаю, что да, волшебство в жизни есть, цели, мечты сбываются. И в августе я купила себе новую машину. Вот, машина сейчас стоит на фоне дома. Это дом, куда мы недавно переехали, буквально вот месяц не прошло. И первое фото слева, это вид с террасы, откуда я провожу вебинар. Вот, то есть... Спасибо. То есть, мы продаем стиль жизни, да. Почему интернет? Раньше это было все, когда мы первый раз, ну, мой был первый раз в сетевом маркетинге. Мы говорили об интернете, да, уже начинались интернет-кафе. Это был 99-й, по-моему, 2000-й год. Ну, это можно было все так... Мы описывали долго, там, рисовали кружки на досках, говорили, что будет скоро вот все, все можно будет там общаться, все смогут друг с другом там, да, и магазины. И все сегодня это наше, наше настоящее. И именно вот то, что вы несете через интернет, именно ваши связи, ваши друзья ваши в соцсетях, они просто можете показывать, делиться кусочком своей жизни. Это не значит, что мы показываем какие-то подробности личной жизни или абсолютно все на показ, да, вы сами регулируете, что вы показываете, что вы... Ну, мы показываем стиль жизни, то есть, например, как интересно смотреть ленты в соцсетях наших лидеров, которые путешествуют, да, которые постоянно в разных городах, местах, на кораблях, круизах. Это улыбки, это позитивные эмоции, и это стиль жизни много... Ну, я немного коснусь вот правила 30-30-30, я расскажу вам, да, пойдем вниз дальше, спасибо. То есть, примеры из соцсетей я просто вам показала мои ленты, скриншоты, которые уже скоро буду фотографии обновлять. Мы недавно с командой сделали фотосессию в моем новом доме, так что следите, скоро будут новые кадры, кто-то, может быть, уже видел. Мы в процессе фотосессии тоже делали съемку и показывали, что сегодня фотосессия, команда ИПЛ, и все это просто вот походу. Мы делали и видео, мой муж делал видео всех, и на это видео просто столько было включений в прямой просмотр, это вообще невероятно. Там сыпались сердечки, лайки, потому что люди заходят, люди смотрят, им интересно, знаете как, почему сериалы популярны? Потому что большому количеству людей на самом деле скучно жить. Ну вот, да, как вообще среднестатистически, там, ты встаешь в 6 утра, куда-то едешь, где-то там 8, 9, 10 часов проводишь, возвращаешься, в лучшем случае там, ну, большинства людей хватает сил включить какой-то сериал. А почему сериал? Там показывают красивую жизнь других людей, правда? И почему-то людям интересно за этим наблюдать. Какие-то дом 2, я не знаю, там, телевизор, уже несколько лет не смотрю, что сейчас популярно. Ну, вот, то есть, здесь некоторые, да, это Facebook, да, вы узнали. Это, например, бизнес-страница моя в Facebook, APL Go Style. Приглашаю вас, присоединяйтесь, подписывайтесь, я публикую новости, статьи. APL Go Style. Да, почему разделение, да, здесь важно рассказать. То есть, можно, конечно же, ввести и только свою личную страницу в Facebook. Но чуть позже мы обратимся к правилу 30-30 на 30, это важно. И вы поймете, почему отдельно есть бизнес-страница. То есть, это чисто для рекламы бизнеса, да. Да, здесь можно просто вот прямым, как бы, один пост, пост называем, да, публикация на ленте. Можно выкладывать все о продуктах, там, события компании. Ну, вот, просто именно бизнес. Это идет реклама, поток информации конкретно о бизнесе. А предыдущая, это была личная страница. Следующая, да. Это одноклассники, то есть, кто-то говорит, что в одноклассниках не нужно раскручивать, что там не та публика. Ну, это на ваш вкус и цвет, то есть, где вы зарегистрируетесь, где будет большое количество ваших друзей и где будет ваша целевая аудитория. То есть, в принципе, сейчас очень удобно. Есть одна из соцсетей, которая становится все популярнее. Это Инстаграм, и это очень удобно с телефона, и когда там можно подключить ваши другие аккаунты в соцсетях, и вы делаете один пост в Инстаграм, и тут же это публикуется в Одноклассниках, ВКонтакте и Фейсбуке. Поэтому, почему нет, можно таким же образом заполнять параллельно ленту и в Одноклассниках, да. То есть, я ее веду, и, в общем-то, даже есть примеры именно моей первой линии, которые приходили ко мне из Одноклассников. То есть, расскажу тоже об этом чуть позже. Напомните, если забуду. Это «Контакт». Здесь я сфотографировала и выделила стрелочкой «Запись закреплена». То есть, это важно, да. Есть такое, как лента, она очень быстро уходит вниз. Ваши публикации, потом на ней появляются публикации ваших друзей в соцсети. Эта лента, она быстро уходит вниз. И невозможно найти там, что ты писал в счет месяц назад или два, очень много информации, идет поток. Есть возможность закрепить ленту. Эта публикация будет всегда у вас наверху. То есть, простая кнопка. Вы выкладываете свою публикацию, фотографию, комментарий или что-то, и там есть кнопочка «Закрепить». И все. И она всегда остается у вас на самой главной странице. То есть, что я здесь рекомендую сделать? Написать вашу историю. Когда человек попадает к вам на страницу, он читает, куда я попал. И там история. Вы рассказываете коротко о себе. То есть, вы не приглашаете в этой истории короткой, вы не приглашаете в какую-то конкретную компанию. Вы просто рассказываете о себе в двух словах ваш профессиональный путь. То есть, что вам захочется, покажите вашим друзьям, вашим партнерам по команде. Спросите их мнение, насколько это интересно, чтобы не перегрузить какими-то бизнес-моментами. Просто вот я личность. Потому что что такое вообще брендинг в интернете, такое представление себя. То есть, да, моя деятельность это компания APL, но в первую очередь я Илона Милышева. Я личность, да. И что я себе представляю? То есть, вот это должно быть видно с вашей ленты. Когда заходишь и видишь сплошняком вебинары, ссылки, картинки, продукты, опять акция, робот что ли это выкладывает. То есть, за этим нету жизни, понимаете. Вот это вот, да. А когда попадает человек на вашу ленту, то есть, покажите здесь. Ну, тут просто не поместилось, то есть, скриншот больше мне не... Не открылись больше фотографии, если пролистать вниз, там еще несколько фотографий. И вы просто покажите несколько фотографий из вашей жизни, чтобы было видно, да, что вы путешествуете, или вы там в музей ходили. Ну, как разностороннее такое, чтобы впечатление тоже у вас сложилось, да, вы посетители вашей странички. И история. То есть, показать полностью можно открыть и прочитать дальше. Спасибо. Это YouTube. Да, Виктор сказал, что обязательно всем нужно сделать себе канал YouTube. Это бесплатно, это элементарно. Просто почта на gmail.com или googlemail.com. Вот. И вам дается возможность открыть канал YouTube. Если вы не знаете, как это сделать, вы идете в YouTube и пишете, как создать свой канал YouTube. Даже спонсору не надо звонить. Вы просто спрашиваете YouTube, как вставить картинку в YouTube. Как оформить профиль в YouTube. Если вы это еще не делали, то вот это те вопросы, которые вы пишете в YouTube. И вам открываются десятки и сотни видеороликов, где очень понятно, подробно будет рассказано и просто. Это все делается быстро. Просто нужно один раз задать этот вопрос, и YouTube вам поможет. Да, здесь вы знаете, если кто-то еще не обратил внимания, то на главной странице нашей компании на самом верху указаны логотипы всех соцсетей. То есть это ВКонтакте, это Твиттер, это Одноклассники, Фейсбук, это Скайп, YouTube и Инстаграм. Пожалуйста, если кто-то еще не обращал на это внимания, то просто кликните на маленькие значки вверху, посмотрите, что это, и подпишитесь на эти страницы. Да, там много очень интересной информации, которую выкладывает наш замечательный креативный отдел. Поэтому пользуйтесь этими материалами, берите их на свою ленту, это не запрещено. Берите оттуда картинки и выкладывайте это на свои ленты. Да, об этом тоже, даже почти что отдельный слайд. Да, нужно, мы тоже поговорим об этом. Вот здесь еще раз, вы знаете, все видели тоже такой слайд. Это перечисленные адреса, страничек нашей компании вот в этих соцсетях. То есть сейчас очень просто, когда новичок подписывается в компанию, ему не нужно, достаточно ему, по-моему, в наших 14 встречах, это во второй или в третьей встрече, когда представить новичку компанию нашу в соцсетях. Поэтому вот этот слайд, эта картинка вам в помощь, проследите, чтобы ваш новый партнер просто везде зашел, зарегистрировался, посмотрел, и вы уже даже этим экономите свое время, потому что он знает, что там есть источник информации, да, там есть профессиональный материал, который выкладывается компанией, и он видит, насколько масштабно. То есть это очень здорово, далеко не во всех компаниях есть такой обзор и такие прекрасно оформленные ленты в соцсетях. Поэтому используйте эти ресурсы, это бесплатно, это ваши инструменты в бизнесе, пользуйтесь ими, делитесь ими. Денис, пожалуйста, дальше. Да, это еще подробнее здесь немного, да, канал компании YouTube, я просто сделала это отдельным, потому что мы все любим видео, картинки. Подпишитесь обязательно на канал, есть возможность, да, и вам будут, если настроите, по e-mail приходить уведомления каждый раз, когда закачивается новое видео. То есть вы также можете быть всегда в курсе событий, можете сделать плейлисты для себя, кто не знает, что такое плейлист. Коротко скажу, это как закладки, как избранная, но это не закладки, которые там сложно найти, если в браузере много всего выбрал, то потом не найдешь, да. А в YouTube очень легко сделать плейлист, то есть разделить по, альбом по-русски, да, спасибо. То есть разделить по категориям о продукте, путешествия или моя команда, или там что он захочет. Кто не знает, мы что делаем? Заходим в YouTube и пишем, как создать плейлист. Да, через две минуты вы будете знать ответ и уже создадите свой первый альбом в YouTube. И у вас там будет порядок, то есть вы потом сможете дать ссылку на этот альбом, и он будет называться о продукции. И, допустим, вашему потенциальному партнеру или клиенту вы даете ссылку на альбом в вашем канале YouTube, где уже подобрана вся информация о продукте. И когда человек туда заходит, он выбирает, и ему одно за другим открывается видео. То есть не нужно там 10 ссылок посылать, а можно удобно вот так вот категоризировать вашу информацию, да. Представьте, все бесплатно, вообще это, ну так, такие интересные инструменты. Дальше, да, это Instagram. Это сегодняшняя лента, то есть утро, завтрак, every day. Вот. Instagram, то есть вообще считается, что Instagram и YouTube станут самыми популярными соцсетями. Это соцсеть, не только Одноклассники, это соцсеть, да, Instagram это тоже. Там, в принципе, несложно недолго разобраться. Сейчас у большинства из нас смартфоны, у кого еще нет, идет у нас сейчас промоушен прекрасный. В компании можно выиграть смартфон, да, то есть компания заботится о том, чтобы у всех были красивые и современные инструменты для бизнеса. Поэтому используйте эту возможность, сделайте, выполните условия, они несложные, и вам подарят смартфон, кто еще не заработал. Поэтому идем, гуляем, сделали фотографию, тут же поделиться, Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, там Twitter можно еще прикрепить, там у кого еще что есть. И все, и вы в трех, четырех, пяти соцсетях уже отметились в этот момент. Там, сегодня в Москве, завтра вы полетите домой, или там будете в аэропорту, в аэропорту красивый тортик вам подадут, сфотографируйте этот тортик. Это не значит, что некоторые говорят, зачем еду фотографируют, ну что там, то есть не в этом смысл. Это просто вот ваши знакомые, которые привыкли жить в каком-то таком, ну, заезженном, скажем, как рутина, да, а вдруг они видят у вас на ленте тортик в Шереметьево, там Красная площадь, послезавтра в Новосибирск, там вернулись к себе, или потом книгу вы выложите красивую, почитали, что-то, то есть они начнут то, что происходит. Во-первых, не просто там, когда в Одноклассники зайдешь, там кошечки, цветочки, это все друг другу лайкают и делятся с этим. Ну, неинтересно быть на такой ленте. Чем этот человек, опять-таки, даже пусть он не бизнесмен, мы хотим его заинтересовать в бизнес, или если вы продвигаете APL, а если зайти на ленту, то там, ну, как бы не видно, что у вас интересного. А есть другие дистрибьюторы, которых лента интереснее, будут же, как нас ищут? Нас ведь ищут в интернете. Информация распространяется о компании, люди слышат, они начинают искать, искать себе спонсора. А какого спонсора они будут себе выбирать, как вы думаете? Интересного. Правильно? Во-первых, у которого видно, во-вторых, у которого есть видеоролики, у которого лента интересная. А потом, как возбудить интерес в своем круге друзей. То есть, их даже сначала приглашать не нужно. Вот когда новичок приходит и помчался по соседям, там, по родственникам, то есть, во-первых, нет опыта, он портит список имен, мы говорим, да, наговорит больше, чем нужно. Вот. И это неправильно. То есть, сначала нужно даже оформить, начать с того, что помогите вашим новичкам оформить их ленты, чтобы они сделали это же визитка. То есть, если мы не встречаемся лично, да, то мы в первую очередь как? Встречают по одежке. Что-то, вот это и есть эта одежка, ленты в соцсетях, понимаете? Поэтому сделайте интересную свою ленту, загрузите там красивые цитаты. Сейчас столько всяких целых сборников мудрых афоизмов, там, и по бизнесу, и по успеху, и красивые картинки. Можно все это очень красиво компоновать. Это все просто. Как сделать публикацию, да? Там, красивую картинку поставить, книги, комментарии. И поэтому сделайте себя интересными. Здесь вот, да, ну, то есть, есть отдельные тренинги о том, как раскручивать Инстаграм. На эту тему можно было бы вообще на три дня встретиться, только форум был по Инстаграму, да? Это еще целая-целая кладезь вообще знаний, которые нужно обладать. Я еще ей не обладаю. Есть такие специалисты и профессионалы в этих всех, эти раскрутки соцсетей, там, как бы, есть программы. У нас вот Виктор, как энциклопедия ходячая, да, мы очень часто к Виктору обращаемся в команде за такими вопросами специфическими. Но это сегодня не цель. То есть, я хочу просто с вами поделиться, вот, показать этот мир разнообразный, да? То, что в каждой сфере и в каждой соцсети есть свои какие-то механизмы, и то, что туда можно углубляться. То есть, вы не пугайтесь, мы здесь не на форуме программистов или кого-то, да? То есть, просто я хочу поделиться, чтобы у вас появилась смелость, я уже затронула этот аспект. То есть, ваша лента в любой соцсети, она должна, как правило, состоять из различных категорий информации. 30% — это ваша личность, как я сказала, то есть, это ваше путешествие, это ваши какие-то мысли. Вот, проснулся с утра, выглянул в окно, пейзаж осенний сфотографировал, и мысль пришла. Или просто желаю всем прекрасного настроения в это осеннее утро. Или там кто-то услышал из окна пение птиц. Вот, я выхожу сейчас с утра на пробежку, прямо возле своего дома, пение птиц. Я даже сделала видео, выложила буквально несколько секунд, тут же в Инстаграм, да, и побежала на пробежку. Но уже написала, что пение птиц с утра, желаю всем прекрасного, бодрого настроения. То есть, всё, это секунды. Это секунды, но вы уже какое-то, ну, что-то о себе показали, что-то доброе пожелали. То есть, 30% информации о себе, да, или приготовили что-то вкусное на ужин, украсили стол. Сфотографируйте его и просто напишите, что, ну, что-то приятное там, пожелание того же вечера прекрасного семьи или гармонии. Ну, какие-то добрые мысли. У всех, я думаю, что будет фантазия, чем больше будете делиться каждому из нас, есть что сказать. То есть, вы не показываете и какие-то детали своей личной жизни. Но вы испекли пирог, сфотографируйте, напишите там, рецепт интересный. Ну, то есть, вот просто что-то личное, о личной, что вы человек, и у вас вот, вы хозяйка, вы мама, да, вы с ребёнком пошли погуляли. Вы показываете это. 30% это ваши интересы, то есть, книги. Вот вам наставник ваш порекомендовал, или у нас в интерактивном университете есть огромные списки полезной литературы. Кто видел? Молодцы, кто видел, кто не видел, теперь знаете, что они там есть. Открываем первый шаг, интерактивный университет. Компания позаботилась о том, что Сергей Сергеевич вложил невероятное количество времени, лично проверяя и прочитывая все тексты и скрипты, которые выложены в интерактивном университете. Только подумайте о том, президент, на какой у него огромный охват его обязанностей, мыслей, что он с вами создаёт, да, какие у него масштабные вообще цели и идеи. И это именно президент, он не пропустит ни одного текста, который выкладывается туда для того, чтобы каждый из дистрибьюторов, каждый из партнёров имел самую важную информацию для своего успеха. То есть там подобраны лучшие книги, лучших специалистов, профессионалов и сетевого бизнеса, и успешных людей. Поэтому сегодня вечером, когда вы начнёте читать одну из этих книг, сфотографируйте её и выложите в вашу соцсеть, что начинают читать новую книгу. Да, то есть покажите, станьте интересным. И какие-то ваши одноклассники, которые в жизни не слышали имя Роберт Киосаки или Энтони Робинс, вам напишут, а что это за книга, они увидят что-то новое на ленте, уже повод для разговора. Да, вот была на семинаре, да, приняла решение сегодня начать читать эту книгу. И я хочу, а что за семинар? Вот вы уже зацепили, то есть что значит стать интересным? Понимаете? Простым общением мы не знаем, что как у многих, если ты подписался в сетевую компанию, то ты уже как... Не двойник. Ну я имею в виду, когда... Зомби. Да, что во-первых, зомби только об этом, а во-вторых, что всё, как... Всё, что движется, подписываем всё, что движется. И ко всем, и общаемся со всеми только на эту тему. Не надо. Заинтересуйте человека. Пусть ваши знакомые начнут задавать вам вопросы. А что это за книга? Ты что там? Вчера ещё, может, романы читала любовная, сегодня Роберт Киосаки «Квадран денежного потока», да, или «Школа бизнеса». Почитайте обязательно «Школа бизнеса». Это потрясающая книга о сетевом маркетинге, которая гениально описал человек, который, в принципе, своё состояние сделал вообще не в этой индустрии. Так, маленькое отступление. Но именно восхищаясь тем, что это возможность для каждого, да, он написал целую книгу, потому что он изучал деятельности сетевых компаний и вступал во многие. Вот это очень важно для тех, кто вообще не понимает значимость и масштабность сетевого маркетинга. Просто даже вашим друзьям порекомендуйте книгу «Роберт Киосаки «Школа бизнеса». И почитайте обязательно сами, у вас тоже расширится перспектива вообще. То есть, и третья категория, 30, это ваша реклама бизнеса. Это можно поделиться, как вот я сегодня с утра сфотографировала упаковку с кашей, да, я там написала свои слова, что как, когда не хочется в отеле спускаться рано утром на завтрак, как удобно иметь под рукой, да, что там я писала, инулин, как удобно, да, вкусно и очень полезно, знаешь, чем покормил свой организм. Ну, инулин, биофен, у академиков целые лекции на эту тему, а АПЛ поместила всю полезность в удобные пакетики с вкуснейшими киселями и кашами «Вкус детства». Ну, вот это было, сколько там, я не знаю, пару часов назад или, да, чуть больше, вот уже человек 7-8 поставили лайки. Сейчас, если включить, там уже больше. То есть, это несколько человек уже увидели мою кашу, уже прочитали, лайк поставили. Может быть, кто-то напишет, спросит. Может быть, ну, то есть, понимаете, вот непринужденно, да, пока там чайник кипел, я быстренько сфоткала, выложила, все. Вот она уже здесь, во всех соцсетях. Пересни, пожалуйста. Дальше, да. Здесь примеры некоторых постов тоже вот сегодняшних. Ну, это вчерашний вечер, селфи, учимся делать селфи. Палки селфи, очень удобные. Вот, пишу иногда по-русски, иногда по-английски, иногда по-немецки, когда как захочется, то есть, ну, чтобы публика тоже шла разная. Вот, обратите внимание сейчас, я объясню, да, вот, голубым цветом слова такие с решеточками. Видно на экране? Кто не знает, что это? Не знаете. Сейчас хэштеги, да. Ну, кто не знает, для этого мы сегодня и здесь, чтобы вы узнали. То есть, обратите внимание, и мы сейчас дальше пройдем, а потом я о них тоже расскажу. Денис, перелесни, пожалуйста. Да, вот мы говорили про стиль жизни, про то, что людям нужно видео сегодня для размышления. Вот я была в Вене, было времени немножко прогуляться. Подруга меня отвела на знаменитый рынок в центре города, которым уже больше ста лет этому рынку. И что я сделала? Я просто вот так вот несколько секунд сделала видео. Ну, будет интересно, зайдете у меня на ленту посмотрите. Это просто картинка, да. И написала, что я написала? Знаменитый наш Маркт в центре Вены, изобилие яст, пряности, экзотики из различных стран и континентов. И хэштеги. Наш Маркт, хэштег Вен по-немецки, да, Austria. Тревел это путешествовать, потом наш Маркт по-русски, Вена по-русски. То есть, вот еще пару примеров и расскажу вам про хэштеги. Осень. Вот шиповник, который, да, в саду у нас, да, где я утром пробежалась с телефоном. Думаю, сейчас что-нибудь интересное обязательно увижу. Ну, красиво, природа, есть что заснять и хочется поделиться. Нашла цитату, то есть там стихотворение про тему осень, которая мне понравилась. Присоединила, было же за полминуты, готова новая публикация. Все. Вот про осень. То есть, вы показываете, что, что, вы книги читаете, там, что поэзия от вас, ну, вы недалеки от поэзии, да, ну, какие-то вот просто разные интересные моменты показываете, что наверняка у каждого есть столько, столько интересного. Кто-то стихи свои пишет, я, к сожалению, не могу, я ищу, да, или там книгу открыла, цитату увидела, у меня родилась идея, какую картинку можно к этой цитате присоединить. Или взять свою фотографию, тоже делайте фото просто для вашей, как, ну, для вашей копилки фотографий красивых. А потом вы на них будете накладывать какие-то или свои мысли, или цитаты, ну, у вас будет в запасе. Вот соединяйте это просто. Можно фотографию без комментариев. Там, как вам угодно. Но у вас у каждого, я уверена, кто еще здесь сегодня сидит и думает, да что мне рассказывать, да что показывать, у вас столько внутри идей, нереализованного потенциала, каких-то мыслей, да, какие-то мысли бабушки о воспитании детей. Там, делитесь этим, это интересно, делитесь. То есть, ну, самые разные темы могут быть по личностному развитию, или что узнала то-то, то-то, вот задумалась теперь в своей жизни на такую-то тему. И какую-то красивую картинку, или сам задумчивый, или осень, или закат, все что угодно. Так, вот самолет, да, пишу, какая красота в свободном самолете. И также по-английски хэштеги путешествия, Австрия-Вена, APL-Вена, APL-GO, самолет-свобода, полет. Вот, смотрите, это было три дня назад, или когда? Пятницу. 91 просмотр. В самолете было очень мало, то есть, ну, очень мало пассажиров, много свободных мест. Я сделала видео несколько секунд, 91 человек его посмотрели. Я сама не понимаю, как это происходит, зачем они их смотрят. Ну, вот вы, то есть, понимаете, они взяли и просмотрели. Там, из них не все поставили лайки, Лариса поставила лайк, спасибо, туда можно открыть вот этот списочек и посмотреть, кто... Ну, здесь просто вот Лариса последняя, кто да, поэтому имя видно, а когда мы список откроем, то можно прочитать, кто вам ставит лайки. Что вы делаете? Вы потом идете к тем людям, которые вам поставили лайки, и смотрите, что они делают, что у них интересно, и благодарите их вашим лайкам. Это могут быть друзья ваших друзей, которых вы абсолютно не знаете. Но им понравилась тема птица, самолет, новая книга у вас на ленте. Вы пошли туда, поставили лайки. Я иду иногда, пишу, смотрю, если интересный человек, я ему пишу, приятно познакомиться, спасибо за лайки. А где вы живете? Все, завязался разговор, холодный контакт пошел. Непринужденно, просто маленьким лайком, который, да, как подмигнул на улице, или там даже проще. Улыбнулся, улыбнулся, обратил внимание, но даже у кого есть страх делать холодные контакты, или там сказать, стюардессе, у вас красивый макияж сегодня, ну, кто-то стесняется такое говорить, или, да, какой-то комплимент сделать. Просто в жизни, я вчера взяла, пока перед началом, ну, первой половине дня вышла, прошлась немного, четыре телефона взяла, то есть комплиментами, там, какими-то, ну, это так, отступления, да, что, девушка, вы, что, вы сегодня до которого часа работаете? До 20.00, наверное, с раннего утра, ну, да. Что, 12 часов? Она говорит, да, я говорю, не представляю, так работать. И пошел уже разговор, да, то есть, все, у вас тема, говорю, давай, запишите мне ваш телефон, возможно, вам не нужно будет в будущем столько работать. Люди дают телефон, холодный контакт. Точно так же и в интернете, только здесь его еще проще сделать теплым. Тоже мы об этом поговорим, да. Вот, хэштег. Дошли до темы хэштегов. Я здесь привела официальные, ну, как официальные, да, то есть, это то, что компания APL Go, APL выкладывает всегда. Да, и, допустим, вот все, кто сегодня здесь и сделал свое селфи, вот вам идея, что вы можете написать под ваши фото. Хэштег – это такая кнопочка, она есть на каждой клавиатуре, она есть на телефонах. Решетка в переводе, да, хэш – это в переводе с английского решетка. Тег – это как отметка. То есть, сделали хэштег APL Moscow, APL Москва, путешествие, стиль жизни, хорошее настроение, можете написать бизнес, команда, встреча. То есть, хэштег – пропуск, никаких запятых, да, а хэштег и слово. Пропуск – следующая решетка и слово, которое вы хотите написать. Если вы хотите два слова написать, то между ними должно быть подчеркивание. Не пробел, тогда он не засчитается. И никакой другой значок подчеркивания, и тогда это хэштег. Что, для чего же они нужны, кому они нужны. Вот попробуйте выложить там с утра какой-нибудь завтрак, круассан, ну, такие хэштеги написать. И вдруг у вас появляются лайки от совершенно вообще незнакомых людей с разных концов света, у которых, ну, бывает это, конечно, тоже в рекламных целях. Они ищут там какие-нибудь пекарни на круассан, да, они ищут круассан и идут, ставят лайки у всех, кто что-то написал о круассане или кто-то там о бизнесе. Ну, кто-то зайдет, то есть в YouTube, в Instagram есть функция поиск. И в Facebook есть тоже функция поиск, поиск по хэштегам. И люди зададут, кто-то будет искать, работа в интернете, хэштег. И он находит в числе всех ответов и ваши фотографии, понимаете? То есть где вы писали под вашими красивыми фотографиями, публикациями, работа в интернете, MLM, команда, построение, там, бизнес из дома. Ну, то есть много денег, да, много денег сейчас. То есть как хотите, пишите, кто-то ищет, да, то есть это люди заходят и ищут себе работу в интернете. Таких миллионы, миллионы, потому что все больше и больше людей задумываются, ищут. И они таким образом найдут вас. Они зайдут к вам на ленту, они увидят это. Потом они что сделают? Они просмотрят вашу ленту. А если вы уже сделали себя интересным, то что им будет? Тоже интересно. Связаться с вами. Не пойти на какой-то безлигий аккаунт, где только все работа в интернете. Иногда зайдешь, посмотришь, ну, а кто ты вообще? Это женщина, мужчина, кто это делает? Вообще непонятно. А если этот человек зашел, видит там мама, путешествует, тут ребенок, там в гельфинале сходила, а тут вкусно приготовила или о полезности написала, а потом пишет «Свобода», а потом «Аэропорт». Ну, как бы адекватно получается, да, у кого может быть сейчас жизнь не такая еще, скажем так, разнообразная. Но вы можете из любого своего дня сделать очень интересное, правда, заинтересовать людей именно вот вашим тем, что вы делаете. Даже скайп-встреча у вас в команде, допустим, прошла, сделайте скриншот. Делайте скриншот вашей скайп-встречи, когда несколько, кто встречается с командой в скайпе? Поднимайте руки, давайте мне обратную связь. То есть, больше половины, ну, меньше половины встречаются, остальные еще не встречаются. Тоже научим. Вот. Да, расширение круга знакомых, то есть соцсети. Ну, думаю, что достаточно я так осветила эту тему в соцсети. То есть, что еще можно делать? Группы существуют по путешествиям, группы собаководов там. Как знакомиться с людьми? Вот где их взять? Когда мне говорят, у меня список имен закончился, я говорю, ну, вообще он с твоего только начинается. Как он? Сто человек написал, список имен закончился. Иди в интернет, ты что любишь? Что у тебя в коллаже наклеено? У кого коллажи сделаны? Поднимаем, смелее. А остальные что? Мечты? Не будете реализовывать? Просто купили дрожжей покушать и все? Вообще-то в компании можно очень хорошо зарабатывать. А что зарабатывать? То, что вы сами себе придумаете. Ваши цели? Посмотрите мой тренинг о целях на моем канале YouTube, коллаж. Вспоминайте себя в детстве, как вы мечтали. Возбуждайте себя. Компания EPL дарит все возможности. И вот когда у вас в коллаже появится красивый пляж, или красивый какой-то автомобиль, или какая-то страна, куда вы хотите поехать, если это может быть Бразилия, или кто-то мечтает всю жизнь побывать в Париже. Найдите группы, форумы о Париже. Посмотрите, кто там бывает, то есть что пишут люди в соцсетях по хэштегу «Поищите Париж». Посмотрите, что о нем пишут, что за люди там. Может быть, будет какое-то сообщество русские в Париже. Или сейчас у нас в Германии идет мощное развитие, Австрия сейчас подключается. Поищите русских в Вене. Сделайте это. И просто напишите человеку, что всю жизнь мечтаю слетать в Вену. Скушать торт, захар. Да, шоколадный. Вот. А как ты туда попал? То есть еще и земляка найдете, а я тоже из этого города. А как попал? Да, вот так, все, пошел разговор. Это холодный контакт? Холодный. А его легко теплым сделать? Легко. Вот мы же ничего сверхъестественного не сделали, правильно? Каждый может так. Да, ни высшее образование не надо для этого получать. Ничего, просто пошел, познакомился с человеком в Вене. Кто сделает это в ближайшие три дня? А остальные? Пишите? Хорошо. Добавила я вам немножко смелости, храбрости, да? Да? Здорово. Я рада. Спасибо большое. Спасибо. Да, то есть форумы о собаководах, кто-то вязанием занимается. Пойдите, познакомьтесь тоже с другими людьми, которые занимаются вязанием. Идей миллион. Знакомьтесь с людьми, а потом расскажете. А у моей дочки была аллергия, а сейчас нам вот посоветовали, я не верила, она уже больше не чихает. А что, спросит? А что ты давала? Все. И вроде о бизнесе вообще никто не говорил, но пошла рекомендация продукта. Понимаете? Встаньте, просто пишите, ну, не надо нападать. Если человек вам лайк поставил, ему сразу ссылкой на свой лендинг, который все скоро купят и сделают, или ссылкой на канал YouTube компании, или что-то. Не надо становиться опасными для людей. Почему боятся сетевого маркетинга, да? Потому что, как кто-то, если сам массу информации получил, хочется быстрее поделиться и начинают закидывать. Не надо. Не отпугивайте людей. Знакомьтесь, останьте просто сначала интересным. У меня есть в команде такие люди, с которыми просто когда-то списались. Но они начинают, я вообще не пишу о бизнесе, вообще не пишу. Но они же на ленту смотрят. Илон, а ты путешествуешь, а что? Я никак не могу понять, чем ты занимаешься. Потому что у меня нету явных призывов в команду, или там, все сюда, или я строю. У меня такого нету в команде. Ну, как? Ну, иногда бывает, вот смотря как по настроению, да? Зазовешь куда-нибудь там, или кто с нами там на пятилетие, да, и так далее. Но вот явного нету такого. И начинают спрашивать, сами пишут. Сетевики стучатся. Это не значит, что это все подписи и все первые линии, но это расширение. Чего? Вашего списка имен, правда? Правильно. Вот. А статистика сработает. В нашем бизнесе есть простые законы статистики, да? В ветре с песком есть пять бриллиантов. Они есть. Может, сверху кому-то повезет. Может, в середине, а может, на дне. Но копать там надо начать, правильно? Группа по интересам сказала. Важно ставить лайки, да? То есть, почему их важно ставить? Кто уже может мне ответить? Я уже пару моментов говорила. Почему важно ставить лайки? Это заинтересованно. Интересованно. Пойдет на чьи лайки? Обратить на себя внимание. То есть, просто... Да, правильно, да? То есть, вы поставите лайк, зайдите на какой-нибудь там пост, увидите красивый, кто-то был тоже на каком-то семинаре. Посмотрите участников, кто этому спикеру поставил лайки. И комментарии всегда очень интересные там стоят. Посмотрите, кто и у вас уже, может быть, тема личностного развития вас интересует. Вот и с кем-то там познакомьтесь. А куда ты ездила? Что за семинары? Что за тема? А я там там-то была. Вот все, тоже пошел контакт. Теперь, почему еще важно ставить лайки? YouTube, например. Знаете, наша компания выкладывает огромное количество очень красивых роликов. Кто бывает на канале компании и смотрит ролики? А кто из вас лайки ставил? Намного меньше. А вы знаете, что означают лайки, поставленные на YouTube? Всеми нами, общими усилиями. Повышение рейтинга компаний в Google, в Яндексе и в других поисковых системах. Чем больше мы будем с вами вместе ставить лайки, и если когда-то где-то просочится какая-то негативная информация от каких-нибудь там умников, недовольных, то мы их лайками задавим вниз. Они в поиск не будут выходить наверх. Понимаете? Есть там умельцы, да, которые, посмотри, что я нашел. Ну, всегда, когда есть что-то хорошее, то найдется и обратная черная сторона, поэтому у нас будут... Поэтому не нужно, если вы видите какой-то плохой комментарий или что-то, не надо ни с кем вступать в дискуссию или видеоролик. Давайте другим, давайте нашими общими усилиями, нашими лайками. Это ничего не стоит поставить лайк. По-моему, только если у тебя нет своего канала YouTube, по-моему, не дают ставить лайк. Да? Говорят, вам нужно сначала зарегистрироваться или там... Да. То есть, ну мы же все решили сегодня YouTube открыть, правильно? Да. Зарегистрируйтесь, наблюдайте. Хотя бы даже для начала, для того, чтобы ставить лайки на видео ваших партнеров, ваших командах и на канале компании. И вот этой волной мы просто с вами наберем все вместе критическую массу такую в интернете, когда APL будет просто на всех... Только кто-то начинает писать драже в Яндексе, еще он и не думал о нас, драже, а уже будет APL выходить наверх. Потому что мы с вами... Вот это... Там есть определенные механизмы в этих всех поисковых системах, где, ну как, этот позитив, вот эта масса этих лайков, эти отзывы, да, отклики наши, они просто вытолкнут рейтинг компаний наверх. Кто-то за эти деньги большие платит, а это можем мы с вами все сами сделать. Поэтому объясните, пожалуйста, вашим командам. Это не стоит ничего, это длится меньше, чем секунда. Поставить лайк. Зайдите на страничку Сергея Сергеевича Куликова, поставьте ему лайки на его мудрые, красивые посты. Да, компания выкладывает столько всего интересного. Пожалуйста, научитесь ставить лайки. Это как улыбка. Давайте дарить улыбки, давайте вместе позитив этот наш раскачивать, который от нашей компании идет. Комментарии. Публикация незнакомых людей. Ну, тоже немного уже затрагивала. То есть кто-то... Какую-то красивую фотографию нашли, можно лайк поставить, а можно еще и комментарий написать. Как вот я опубликовала там что-то в Вене, а Людмила Дерягина написала. Очень хороший ресторан. Я тоже там была. Да, там, мы были... Не были бы мы знакомы, уже бы пошла тема для разговора, к примеру. То есть вот так вот просто, да? Как холодный контакт сделать теплым, то есть в принципе походу я это уже осветила, именно вот такими непринужденными знакомствами. Пример из жизни. Вот он. Фотография слева. Лариса Булкова. Илона Милышева. Илона Милышева, 2001 год. Лариса пишет мне послание в ежедневник, который у меня сохранился на сегодняшний день. Послание актуально. Тема выбор в жизни. Очень было в истории, да, я не рассказала, что с Ларисой Гуковой я была знакома более 15 лет назад. В моем первом соприкосновении с сетевым маркетингом, да, в той компании мы были с Ларисой далеко друг от друга. Я сидела где-то на задних рядах, потому что были сотни тысячи дистрибьюторов. Лариса блистала на сцене. Еще тогда. И мы становились в очередь, чтобы к лидерам пробиться и какой-нибудь там автограф взять или послание. Сегодня я вам очень рекомендую сделать то же самое. Потому что настанет очень скоро момент, когда вот наши лидеры, сидящие здесь на первом ряду, Нина Семеновна Шашукова, Светлана Пранько, Евгения Новикова, Владимир Радченко, Залифа Рыбакова, Лариса Гукова, Людмила Дерягина, Игорь Гришко, Виктор. Если кого-то я здесь лично не знаю, кого-то не назвала, не обижайтесь, не в этом дело. У всех есть записные книжки, ежедневники. Сфотографируйтесь, во-первых, с лидерами, да, потому что от нашего окружения зависит наш доход. Знаете правила, упражнения вам дают на дом, задания? Напишите 20 человек из вашего окружения, включая мужа, жену, соседку, и напишите примерно их заработок. Ну, примерно сможете оценить, да? Разделите это на 20, получится среднестатистическое число, среднестатистическое, ну, то есть среднее, арифметическое. Вот этот доход, выше которого вы не прыгнете, вот хоть об стенку, хоть разбейтесь, это закон. Потому что наше окружение влияет на нас. И как только вы, если вы не начнете менять свое окружение, стремиться к лидерам, сегодня лидеры доступны, они сидят не в отдельной ложе, как это будет уже очень скоро, а к ним можно сейчас подойти, пощупать, посмотреть, каким парфюмом они пользуются, какой ежедневник, какой планшет, и, может быть, на кого-то сработает даже какая-то очень красивая обложка будет на телефоне, и вы скажете, и вот это на вас, вы поймете, что это стоит дорого, и вы скажете, что даже такие мелочи продуманы, я тоже так хочу. Ведь может такой маленький элемент, это есть пример, я не придумываю сейчас фантазию своей головой, да? Какое-то слово, какое-то послание, то, что вам лидеры наши сегодня напишут с высоты своего успеха, эта фраза может перевернуть вашу жизнь. Используйте эту возможность сегодня, когда будет пауза, за пирожками успеете, да? Нужно делать фотографии. Что потом с этими фотографиями делать? Выставлять соцсети, материал для соцсетей, как Шрайбекус, да, наш в зале. Мы очень много делали записи, в зале гуляли по Екатеринбургу, когда вы ездили на открытие представительства, и этот материал потом так здорово использовали, да? У нас столько видеороликов, мы просто гуляли, смеялись, рассказывали о наших впечатлениях, вот. Так что собирайте такой материал. С лидерами фотографируемся, меняем окружение, хотя бы три минуты разговора с человеком, который уже прошел все те шаги, которые вам предстоит пройти, они могут изменить вашу жизнь. Сегодня все вот тут, все в зале вместе с вами. Вот. Еще... Нет, пожалуйста, она тоже... Да. То есть, 2001 год, немножко подробно я вам об этом рассказала, с отступлениями. 2016 год. Это фото сделано было вчера. С Ларисой мы встретились второй раз. В Германии, говорят, в жизни встречаешься дважды. Благодаря чему? Вот этому лайку на Фейсбуке. 15 октября 2015 года. Скоро будет год нашей второй встречи. 15 лет не было контакта. Мы ничего друг от друга не знали. Ну, то есть, Лариса меня, наверное, и не помнила, да, в принципе. Ну, я была одна вот в зале вообще, из большого зала, один партнер. А Лариса в лидерском составе. И вот мы увиделись. Мы не были в друзьях, ни в каких соцсетях. Я даже понятия не имела. И где-то на ленте у кого-то что-то мелькнуло. По-моему, мы даже точно не помним. По-моему, я увидела где-то Ларису Гукову и поставила лайк. Я увидела, поставила лайк. Вот, Лариса мне написала. Давай поговорим в скайпе. Давай. Мы поговорили, пообщались, спросили кто, что, где. Как вообще прошли эти годы жизни, да, больше 15 лет. То есть, конечно, было много тем и всего. Вспомнили времена какие-то интересные. И вот, Лариса мой спонсор. Да, благодаря Ларисе я сегодня в команде. Благодаря Ларисе я постоянно развиваюсь. Не только в бизнесе, личностно. Это человек огромное видение, вообще мега мозг. Это человек, который вложил огромное количество сил, мыслей в мою команду и в успех тех людей, которые сейчас в других странах, которые растут, которые зарабатывают. Это благодаря нашим спонсорам. Лариса Гукова познакомила меня с Людмилой Дерягиной. Конечно же, это было сделано профессионально. Трехсторонний звонок. Да? Просто была отработана как лайк по Facebook и Skype. Кто знает первые четыре шага? Знаете? Не знаете? Заходите к нам на каналы. Людмила Дерягиной, канал Ларисы Гуковой. Поняла. Я, извините, не буду дальше. Ну, хорошо. То есть, явный пример, да? Вот, коротко, если явный пример. Лайк в Facebook и вот история. Вот мы сегодня с вами здесь. Пожалуйста, дальше, Денис. Да. Инструменты общения и ведения бизнеса. То есть Skype используем. Кто-то здесь поднял руки, кто еще вообще в Skype с группами не встречается. Я не буду забегать как бы дальше. Просто перечисляю вам. Групповые встречи в Skype очень мы проводим. То есть, ну, мой бизнес-наставник, мой за две тысячи километров. Да, я сижу в кухне и с ноутбука начала с регистрации и пел строить группу. То есть, на меня же две тысячи километров. Нет, две тысячи километров. Да, они же меня не испугали. Кто-то скажет, там, у меня не получился бизнес, потому что спонсор меня подписал и уехал в свой город. Ко мне и не приезжал еще спонсор. Я вот прилетаю. Skype есть, ребята. WhatsApp. Кто еще не установил? Ну, кто знает, что такое WhatsApp? В России так вот WhatsApp. Да, конечно. Это разговоры очень удобные. Это обмен информацией. Очень все быстро, легко, всегда под рукой в телефоне. Группы в соцсетях. Сказали, да? Ну, я здесь имею в виду группы ваших команд. То есть, вы можете также объединять ваших дистрибьюторов в командах по группам в соцсетях. Называйте ее. Это все бесплатно. То есть, вообще здорово. И вам не нужно каждому что-то в личку кидать. Вы вкладываете тему, и все ваши люди, вся ваша команда прочитала. Чаты. У нас в команде есть чаты. В Skype и в WhatsApp. Ну, в Skype там больше спикерский, лидерский, командный чат. Есть в WhatsApp отдельные чаты о продукте. Потому что кого-то не интересует бизнес, но люди хотят делиться результатами, узнавать. Пожалуйста, мы их отделили, чтобы там сильно не начинали диагнозы свои. Да, все писали в чат по бизнесу. Вот. То есть, чат на немецком языке, естественно, я веду. Отдельно для немецкой команды. Все, что там по-русски, потом еще раз перевести. И все это на немецком. Нужно замотивировать там, выложить фотографии. Все, все. Вот. И вебинары, конечно же. Вебинары, которые проводим мы регулярно в своей команде. Презентации. Вебинары по темам. Вебинары. Это групповые встречи могут быть в качестве вебинаров. Это пост промоушен и после события. Ну вот. Вот как-то так. Надеюсь, что я вам открыла для кого-то, может быть, совсем новый мир. Для кого-то смелости, храбрости прибавилось, да, чтобы начать действовать. Начинайте, учитесь, ведь как дети. Ну вот, вот как-то так. Надеюсь, что я вам открыла для кого-то, может быть, совсем новый мир, для кого-то смелости, храбрости прибавилось, да, чтобы начать действовать. Начинайте, учитесь, ведь как дети. Если бы дети боялись, да, а у ребёнка по природе нету страха, в первые годы у ребёнка нету страха, потому что это бы тормозило эволюцию, если бы дети имели страхи, они бы не делали шаг вперёд. Если ты один раз упал, то ребёнок что делает? Он просто идёт дальше, потому что эволюция его, да, толкает вперёд, развитие. Так и здесь, не нужно ничего бояться. Выходите за рамки своего привычного, выходите из зоны своего комфорта, потому что деньги всегда лежат вне зоны вашего комфорта. Потому что в рамках того, что вы, благодаря тому, что вы знаете, умеете на сегодняшний день, вы являетесь тем, кто вы есть. Это нехорошо, неплохо, это просто факт. Если вам это надоело, если вы хотите что-то изменить, что-то улучшить, значит, нужно начать делать что-то, что вы не делали ещё до сегодняшнего дня. Потому что только делая то, чего мы боимся, в этот момент происходит, в момент страха происходит рост, в момент преодоления страха. Поэтому я вам всем желаю смелых шагов, красивых цитат для ваших публикаций в соцсетях, и до встречи на лентах. Спасибо огромное, всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.